Всем привет! В этом видео покажу несколько стопок книг. Некоторые я купила, некоторые мне отдали. Причем это очень интересно получилось. Значит, люди уезжают с Кипра, распродают все очень срочно и быстро. И я вообще шла не за книгами к ним, а за там детской игрой. В итоге я у них купила много всего интересного. И вдруг увидела, что на крылечке у них выложены книги. Ну, там пыльные в основном и так далее, типа ненужные. Я говорю, а что это, сколько стоит, они говорят, мы не продаем, и можете забрать. Но я забрала, вот, и дома потом отмыла. И было такое ощущение, что как будто я нашла клад. То есть много книг, которые, например, были у меня в отложенных. Вот, вот это, например, книжка. Или вот, пожалуйста, мулемек. Так, то есть это мы подробно сейчас обсудим еще. Вот, и я у них спросила, может, вы что-нибудь продаете? Ну, то есть на продаже есть книги. Они сказали, нет, мы либо так отдаем, либо увозим с собой. Но через там парочку дней они все-таки решили продать свои самые любимые и лучшие книги. И как только я увидела эту информацию о продаже, я тут же поехала и купила. И что же я купила? По 5 евро за книгу. Гарри Поттер, Росман, хороший перевод. В общем-то, я не читаю Гарри Поттера, честно говоря. У меня сестра очень любит. И я подумала, моя дочка, да подрастет, будет читать в хорошем переводе от Росман. Потому что я знаю, Махаон просто ужасный. А еще я знаю, что вот эти книги от Росман, это сейчас редкость и раритет, и дорого стоит. И вообще я тоже захотела почитать, честно говоря. Потом, может, у меня будет время, я почитаю. Ну, а тут у меня включился шапоголик книжный, что я увидела, что редкая книга, и как я могла не взять. Обычно стоит около 100 евро, а я отдала 30 евро за всю коллекцию. Правда, нет, не всю коллекцию. Здесь 6 книг, нету первой части. Кто-то у них взял почитать и не вернул. Ну, с первой частью мы как-нибудь разберемся. Найдем. Вообще у нас в России есть эта коллекция. Можно там прочитать первую часть, и остальные уже здесь на Кипре. Так, что я купила еще? Я пополнила свою коллекцию книг от издательства «Речь» серии «Вот как это было». Причем вот эта у нас в России была, насколько я помню, а остальных не было. Так, «Мальчишки в 41-м». Это тоже все книги по 5 евро получились. Вот эту книгу я даже не знаю, взяла, потому что рисунки Генриха Валька, Юрий Ермолаев, «Капля дегтя» и «Полмешка радости». Издательство «Речь» 2017. Наверное, это редкая книга, потому что я ее не видела. Что-то там про пионеров. Насколько я помню, когда старших пионеров назначили присматривать за маленькими октябрятами. Значит, старые да малые, Борис Алмазов, тоже издательство «Речь». Ребята с нашего двора серия. Итак, опять же, серия, вот как это было. «Четверо из России» и «Тайна золотой долины». Это первая часть, это вторая часть. Они у меня были давно в отложенных, я их не покупала, эти книги. Вот, и теперь они мои. То есть они пришли ко мне в коллекцию. «Четвертая высота». Ну, вы, наверное, видели мою большую коллекцию из этой серии книг. Это издательство «Речь», это серия ребят с нашего двора. И вот как это было. То есть этих книг не было, теперь они у меня появились в коллекции. Так, картины здесь особо нету, кстати. Есть чуть-чуть картинки. Фотографию. Дальше я купила «Путешествие Гулливера». Рисунки Сергея Бордюк. Интересные рисунки, конечно. Вот. А что же у нас в задержании, кстати говоря? «Гулливер в стране лилипутов и Гулливер в стране великанов». И я так боялась, что эту книгу купят. Я бежала, летела быстрее, за 40 минут доехала. И то там уже люди пришли книги покупать. Представляете, как на Кипре ценятся русские книги. Люди только выложили. Я приехала через 40 минут, и там уже был человек, который смотрел книги. А потом пришло еще несколько, и самое интересное, что все они мои знакомые. Итак, «Приключения Эмиля» из Ленеберги. «Астротелингрен». Это книжка. Я давно ее в отложенные брала. Я думала покупать за 25 почти евро. И в итоге я купила за 5. Как новое. Будем читать, потом дочь подрастет. Люди очень хорошие, из Питера, любят книги, у них отличный вкус. Так вот, мы сейчас переходим к тому, что они отдали просто так. Ну, справедливости ради, я у них много что купила другого, на самом деле, не по книгам. Итак, я, значит, взяла эти стопки, взяла книги, помыла, все протерла и разделила на разные стопки. Значит, вот, например, там была серия книг про дедовочку-детектива Мэйзи Хитчинс. Эта дочь потом подрастет, будет читать. Смотрите, сколько здесь книг. Я тоже почитаю, но попозже. Мне пока что некогда. Такая вот серия книг оказалась. Я просто, когда увидела эти книги, я поняла, что я их уже где-то видела в Полярисе, в том же интернет-магазине. То есть, как они в рекомендациях мне были. Дальше. Для взрослых книги. Вот «Щегол», очень известный роман. Наверное, придется читать, хотя он такой большой. Раз он ко мне попал, значит, будем читать. Дальше. «Бог к иллюзия» книжка. «Хрустальный ключ». Это очень интересно, вот, когда книги к тебе приходят сами. Вот интересно, что же к тебе пришло. Вот интересно, если честно, почитать. А я был в компьютерном городе. «Жених и невеста» роман. И это две книжки про котенка. Дальше. Детские книжечки. Кстати, у меня дочь их с удовольствием полистала и так далее. Подтяжки. Еще подтяжки. А некоторые книжки я отложила, отдала в детский клуб уже. Эти книжки оставила. Потому что у нас нет таких классных. И мы сейчас их с дочкой начали читать. Они прикольные. Детские, но прикольные. Про машинки тоже. В стихах. Дальше вот. «Русская сказка». Эта книжка у нас есть в новом издании. Не такая бледная от издательства «Речь». Но она в России осталась. И мы очень любили эту книжку про Мишку-Тартышку. Одно время, в два годика она очень любила. Но тут на Кипре у нас ее нет. А теперь она к нам пришла. Дальше. Как появляется птица. Тоже вот скоро ей предложу дразнилки какие-то. Пока что я ее не показывала. Вот эти классные книги на греческом языке. Ариан уже их читала. То есть тут надо вот найти на картинке то, что нарисовано. И все это название на греческом. Можно, конечно, и через русский язык эту книгу изучать. Естественно. Плотная страница. Очень крутые вот эти две книги. Я прям вообще была очень рада увидеть их. Красивые картинки. Ладно. Дальше. Вот какой-то набор для самостоятельного чтения. Так. Неудобно. Вот так это выглядит. Итак, дальше. Вот эта серия стопочка книжек. Прям меня очень сильно порадовала. Потому что многие книги, они у меня либо есть даже в России, либо они в отложенных у меня давно. Итак, Ксения Волоханович. Поселилась в доме феи. Издательский дом Мещерякова. Ну, давно я на нее смотрела в лабиринте. Такие красивые картинки. И все про различных феи. Там фея горячего шоколада, книжная фея и другие-другие. И стихи хорошие, картинки. В общем, я порадовалась, когда эта книга ко мне пришла. Дальше. Мулемек собирает автомобильную. Это хит у многих детей. Про Мулемек у нас есть несколько книжек. Они остались в России. И вот, короче, на Кипре у нас теперь тоже есть одна книжка. И вот скоро начнем читать. Дальше. Лесное ожерелье. Издательство «Детское время». Автор Виктор Баван. У меня из этой серии есть несколько книг. Там с рисунками Евгении Чарушиной, например. Очень хорошая серия книг. Именно этой у меня в России нету. А теперь она у меня есть. В общем, очень круто. Я почитаю потом. Я уже знаю, что эта книга обалденная. Потому что серия отличная. Я вообще думала ее купить. Вот тоже иллюстрация Евгении Чарушиной Капустиной. Как раз-таки вот эта серия книг, она, видимо, объединена ее иллюстрациями. Там разные авторы. Дальше. Такая вот книжка. Я ее пока не очень поняла, честно говоря. Что-то здесь такое обучающее. Но главное, что это издательство «Речь». А это уже знак качества. Дальше рисунки Евгения Чарушина. Классика. Дальше Леонид Пантелеев. Рассказы о детях. Школьная библиотека. Дальше. Поклон победителям. Сын полка. Валентин Катаев. Школьная программа. Дети блокады. Вот эта мне книжка понравилась. Для малышей. Художественная мастерская. Будем с ребенком делать. Вот различные. Тут есть интересные подходы к творчеству. То есть какие-то методы новые, интересные. И поделки можно делать разные. И рисунки. Скоро начнем с Ряночкой этим заниматься. Потом такая вот шикарная книга. Владимир Маяковский. Детям издательства «Малыш». Рисунки Коровина. Шикарная книга. Очень порадовала мне эта книжка. У нас Маяковский есть, но буквально несколько произведений его. А тут прям вот много. И еще самое главное, что они с такими красивыми картинками. Давайте содержание покажу, потому что вдруг вам эта книжка приглянется. Вот такое содержание. Пожалуйста. Азбука «Превращение». Эта книжка у нас есть, но она опять же в России. Я потихоньку на Кипр привожу. То есть либо мне привозят, либо отправляют посылки. В общем, у нас библиотека большая. Она на две стороны. Просто поэтому у нас очень много книг. И мы любим книги. С дочерью много читаем. Так вот эта книжка у нас осталась в России. И тут вот теперь она у меня на Кипре тоже оказалась. И это очень круто, потому что книга шикарная. Я ее показывала. Она очень красивая. Очень нравится. И стихи хорошие. И рисунки. Просто счастье. Дальше. Елена Ульева. У нас есть ее энциклопедия для малышей, но другие. Конкретно о войне не было. А теперь есть. Попозже будем читать с дочкой. Года через два, три, четыре. Вот. Эта книжка у меня в России есть. Вот это вот как это было. Юрий Герман 6+. Это, кстати, тоже в ту же стопочку издательства «Речь» серии. Вот как это было. Просто те я купила, а эти вот нам так отдали. И вот эта книжка, она у меня была очень долго в отложенных. Я видела на ней много обзоров. Это опять же издательство «Речь». Думала, брать, не брать. В общем-то, хотела я купить, но как-то все не покупала. И в итоге она к нам пришла. Эта книжка сама к нам пришла. Ну что, будем читать? Я уверена, что она замечательная. Дальше еще немножко книг осталось. На самом деле не так много. Вот какой-то такой. Это издательство «Хлеб, соль». А у нас есть книга про кофе от этого издательства. Хорошее издательство. И вот здесь, значит, рецепты для детей. А моя дочь, кстати, любит готовить. И, может, мы даже скоро что-нибудь из этого возьмем. В том, как выйти сухим из воды. Здесь опыты с водой для детей. Тоже можно скоро начать этим всем заниматься. Дальше. Эксперименты профессора Николя для детей и родителей. Видимо, им очень нравились эти книги, потому что тут прям несколько книг из этой серии. Ну, лично я с серией не знакома. Это на детей постарше, конечно. И, в принципе, это интересно очень даже. Про всякие эксперименты. Почему нет? Будем потом заниматься. Я, конечно, потом буду более подробно показывать книги, которые прочитаю, которые мы будем, ну, опробуем в деле. Пока что я просто показываю, вот делюсь своим счастьем. Нашла вот такой вот клад. По-другому не скажу. А люди тоже очень счастливы, что они попали в хорошие, надежные руки. Посмотрите, еще какая прелесть. Английские волшебные сказки, метод чтения Ильи Франко. Самое интересное, что я методом чтения Ильи Франко читала некоторые произведения, и все онлайн, а я не люблю читать онлайн. И вот теперь у меня есть бумажная книга, где я могу читать на английском и на русском. Дальше волшебник страны. Ос на английском языке. Еще и с картинками. Художник Маркевич. Тут все на английском, как я поняла. Какие-то еще книжки. Давайте посмотрим по-быстрому. Все это на английском теперь уже будет. Если какие-то заинтересовали, могу подробнее потом показать. На самом деле. Или прочитать даже. Для детей английский. Вот это прям я буду сейчас себе пользоваться ей. В общем, отложу. Это очень классная книжка. Краткая грамматика английского языка в таблицах. Прямо то, что нужно. Это я не очень поняла, что. Отличные книги. Я, кстати, посмотрела. Они дорогие. Вы уберите. Тоже могу сделать более подробный обзор потом. Там вроде больше тысячи рублей за каждую. Дальше. Это наоборот. Русский для англоговорящих. Но это можно и в обратном ключе тоже использовать. И это словарь полностью на английском языке. Дальше. Такие вот карточки на английском языке. Я тоже давно думала купить, не купить. На Вайлбере были в отложенном. Я еще изучаю греческий. Второй год у меня уже обучение идет. Я буду вообще изучать минимум три года. И вот у нас, конечно, есть учебники, по которым мы учимся. Но также я была рада получить несколько книг русско-греческих. То есть справочника по глаголам и по грамматике. И греческий разговорный язык. И вот новогреческие русско-слова. Короче, классные книги. Дальше. Тут еще такая маленькая стопочка. Ну, последняя уже. Какие-то разные ребусы. Какие-то шахматы для самых маленьких. А, здесь, кстати, еще есть в тетради Жени Кац. Сейчас до них дойдем. Это очень круто, кстати. Кроссворды. Вот какая-то книжка «Японская система развития интеллекта и памяти». Программа «60 дней». Разные сканворды в дорогу. Потом мы с дочкой часто путешествуем. Будем брать. Итак, «Узорывание Федова». «Задача по математике». Ага. И вот Женя Кац. «Необычная математика». «Математика Дракоша». «Математика Дино». Вот. И дальше какие-то у меня тут еще есть журналы, даже познавательные для детей и для взрослых. Там есть, например, «Наука и жизнь». В общем, ребята, поздравьте меня. Такое пополнение библиотеки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.